Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило вечером в среду в 21 час 7 минут. Сотрудники МЧС оперативно выехали на место. Оказалось, горит жилой дом на Красноармейска 60. Это известный в Самаре дом Челышова 1899 года постройки. Памятник культурного наследия федерального значения. Огонь распространился на площади 1400 квадратных метров. На месте работали 14 специализированных пожарных расчетов, газодымозащитная служба, 54 единицы техники, 154 человека личного состава. На место выехал начальник областного главка МЧС Олег Бойко. По прибытию первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение на третьем этаже с выходом на кровь. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности номер 2. Был организован штаб, куда вошли представители МЧС, прокуратуры, полиции и районной администрации. На место прибыли глава Самары Елена Лапушкина и глава Ленинского района Елена Бондаренко. По официальной информации, пострадавших и погибших нет. Для людей, буквально оставшихся без крыши над головой, развернули временный пункт размещения в 12-й школе. Сейчас идет процесс тушения пожара в Новоквартирном доме по адресу Красноармейской, 60, где расположены 34 квартиры. В настоящее время жители эвакуировали. Переписываем в автобусе и повезем в пункт временного размещения в 12-ю школу. Администрация района распорядилась, чтобы пункт временного размещения граждан был оборудован всем необходимым. Людей обеспечили едой и лекарствами. Александр Кудряшов рассказывает, что никогда не паникует. До последнего надеялся, что все обойдется. Но когда в квартиру стал поступать едкий дым, собрал документы и срочно покинул горящий дом. Говорят, как раз на 1 минуту квартира загорелась. Я и не знал. Я потом в окошко открыл, выглянул. Там крышка лежит гореть. Пожарные тут и тут уже бегали. В числе спасенных из пожара оказался и кот Степан. Он даже не успел испугаться. Хозяева среагировали быстро. Пожарные ликвидировали горение только утром в четверг в 7 часов 34 минуты. В обстоятельствах происшествия разбираются полиция и прокуратура. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.